Минздрав снова просит возродить медвотрезвители. В ведомство с просьбой создать рабочую группу по реализации предложения обратились члены Общественной палаты России и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. По его мнению, в состав рабочей группы должны войти представители всех профильных министерств и ведомств, регионов, выразивших готовность внедрять такую практику, а также экспертного сообщества. На сегодняшний момент, по данным Общественной палаты, создать медицинские вытрезвители готовы уже 29 российских регионов. И наш округ не исключение. Первый вытрезвитель в России был открыт 7 ноября 1902 года и носил название «Приют для опьяневших». Основной целью приюта было спасение замерзающих людей, находящихся под градусом. Приют состоял из двух отделений – амбулатории для алкоголиков и приюта для детей, пьющих родителей. В штате приюта были фельдшер и кучер. Через несколько лет после открытия первого приюта для выпивших почти в каждом губернском городе открылись аналогичные учреждения. Но в октябре 2011-го все медицинские вытрезвители на территории страны были закрыты. Спустя пять лет о их создании заговорили вновь. Возродить вытрезвитель необходимо и в нашем регионе, считают окружные депутаты. Когда мы подняли этот вопрос, депутаты округа, мы направили соответствующий запрос в адрес заместителя губернатора Нинско-Атономного округа, руководителя департамента здравоохранения Нинали Алексеевна Семяшкина. Мы получили ответ, что этот вопрос пока рассматривается, потому что не нашли соответствующие специалисты оснований и нормативов для расчета необходимых затрат на содержание этих учреждений. Этот вопрос, по словам Виктора Юлиановича, будет выноситься на комиссиях и заседаниях. Главное – рассчитать норматив на содержание и в дальнейшем предусмотреть средства из бюджета на эти цели. Тем более, что клиентов в таком учреждении мало точно не будет. Первая премия обручена, а, как говорится, между первой и второй перерывчик небольшой. Давайте перейдем ко второму месту. На втором месте расположился Нинецкий автономный округ. Совсем немного Нинецкому автономному округу не хватило до победы. Ничего, представители Нинецкого автономного округа уже отмечают второе место и вот-вот догонят лидера. Но шутить по этому поводу не стоит, считает врач-нарколог Нинецкой окружной больницы. Цифры, употребляющие спиртные напитки, с каждым годом растут. На сегодняшний момент, за 2015 год, на освидетельствование было доставлено в районе 3200 лиц в состоянии алкогольного опьянения. Они были доставлены как в наше отделение психиатрическое, так и в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Лица, находящиеся в состоянии опьянения по результатам освидетельствования, либо доставляются домой, если их поведение не угрожает, не агрессивное, либо, если они проявляют признаки агрессии, они доставляются в камеру административно задержанных. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, как правило, не нуждаются в медицинской помощи и нуждаются в создании банальных социальных условий для вытрезвления. Созданные специальные социальные условия, считает Анатолий Горелих, помогут не только избежать нелепых смертей, но и меньшее число преступлений. В 2015 году было совершено 198 преступлений лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Это от общего числа зарегистрированных преступлений составило порядка 24 преступлений. 24 процентов. То есть каждое четвертое преступление, по сути, совершено в состоянии алкогольного опьянения. В основном это преступления, связанные с кражей чужого имущества, угоном транспортного средства и нанесением тяжких телесных повреждений.